Обеспечить свое будущее путем ежемесячных отчислений сейчас уже реально, поскольку теперь в Кыргызстане разрешено гражданам самим решать, кому доверить деньги – накопительного фонда, государственному фонду или частным компаниям. Но в Кыргызстане сегодня работает всего один негосударственный накопительный пенсионный фонд «Кыргызстан». Он функционирует на протяжении 25 лет. Фонд имеет социальную направленность и его главная цель – это оказание помощи гражданам в получении дополнительных пенсионных выплат населению. Причем дополнительные пенсионные выплаты могут быть осуществлены в любом возрасте. Подробнее о пенсионных отчислениях расскажет Айзада Урунбаева. Ежемесячно каждый работающий кыргызстанец отчисляет государству 10% от своей зарплаты на свою будущую пенсию. 8% из них уходит в пенсионный фонд и 2% – в государственный накопительный пенсионный фонд. Кроме этого, работодатель перечисляет за своего работника еще 17,25% от суммы его зарплаты. 15% из них идут в пенсионный фонд, 2% – в фонд обязательного медицинского страхования, 25% – в фонд оздоровления трудящихся. Однако теперь 2%, которые уходят в государственный накопительный фонд, граждане вольно выбрать, оставить в госфонде или перейти на частный накопительный фонд. Вот вы, например, работаете, получаете заработную плату, с вашей заработной платы раньше удерживалось 8%, сейчас удерживаются 10%. Естественно, 8% начисляется на ваш условно-накопительный, то есть там живых денег нет, и вы этими деньгами содержите нынешних пенсионеров, то есть вы отдаете. А вот 2% он поступает на ваш личный накопительный счет, который открыт. Вот с 10-го года, вот сейчас 19-й год, в течение 8 лет определенная сумма накоплена у вас. В Кыргызане, как правило, о пенсии люди начинают заботиться непосредственно перед ее приходом, а уж дополнительными выплатами интересуется еще меньше людей. Так, доцент Бишкекской финансовой экономической академии Светлана Табакова тоже не задумывалась о доп. выплатах, но руководство вуза, согласие преподавателя, решило делать вклады на ее счет. Она проработала в академии 25 лет, то есть со дня его основания. По итогам 10 лет взносов она получает дополнительную пенсию также в течение десятилетия, причем в 4 раза больше, чем изначальная сумма вкладов. 10 лет откладывалась эта сумма. И, конечно, иногда, мы так это в куарах, интересно, получится что-нибудь из этого или нет. Целых 10 лет нужно ждать. Было такое. Ну, сомнения большого нет, но все-таки как-то. И, наконец, наступило это время, когда нас пригласили получить эту пенсию. И теперь уже 9 лет практически регулярно, каждый месяц, без каких-либо опозданий, недоразумений, мы получаем эту пенсию. Кроме пенсии в накопительном пенсионном фонде Кыргызстан можно открыть счеты для своего ребенка. К примеру, сама сотрудница фонда, еще будучи работником другой компании, решила открыть счета для своих детей. Теперь ее дети уже студенты и получают своего рода стипендию от фонда. Я когда сюда еще даже не устроилась, я уже открыла для себя счета. Это было в 2007-2008 годах, в 2007 году, наверное, в то время как раз фонд уже работал. Я о фонде очень много слышала, очень много. И в 2007-2008 годах я решила открыть счет себе, детям своим. И на данный момент я являюсь и сотрудником, и еще и являюсь получателем. Для моих детей были открыты программы, детские программы. Вот они уже у меня выросли, дети. Сейчас на данный момент дети у меня получают. Я очень даже рада, что я в то время открыла. Получается, что я позаботилась о своих детях на 10 лет вперед. На сегодняшний день этот фонд обеспечивает пенсии около 3 тысяч граждан, а вкладчиков уже 2,5 тысячи. Работают несколько видов программ и полисов. Так, программа «Пенсионный полис» покупается один раз, и не нужно пополнять счет каждый месяц. Полис выпускается достоинством от 100 тысяч до 1 миллиона сомов, и его также можно подарить близким. Кстати, о близких. Большая часть работоспособных граждан – это мигранты за рубежом. Из-за нулевого отчисления в государственные фонды они рискуют в будущем остаться без пенсии. Именно в этих случаях частный накопительный фонд как никогда важен. Это выгодно для мигрантов. То есть, он в определенное время работает мигрантом, родителям, детям и так далее, к нам отправляет 10 тысяч рублей. Мы скажем, 10 тысяч рублей, и 10 тысяч рублей его родственникам здесь истрачивается в течение месяца быстро. Если бы вот с этого 10 тысяч, одну тысячу он откладывал бы для себя, вот с нами закручивал бы доллар, накапливал бы. Вот то, что я говорил, через 25 лет у него был бы обеспечен уже. Он бы получал уже более 13 тысяч сумм в пенсию. В отличие от государственного, частный фонд имеет право вкладывать деньги граждан в большее число финансовых инструментов и, соответственно, приумножать капитал. Единственное, в первом случае деньги находятся под гарантией государства. Во втором – частной компании. Мировой практике пенсионными накоплениями граждан чаще всего занимаются именно частные фирмы. Ну и сама добровольная пенсионная программа, когда любой гражданин может, независимо от места работы и стажа, накопить себе на пенсию, которую он выберет сам. Размер минимальных вкладов – 1 тысяча сумм и сроком от 10 до 25 лет. Любая пенсия в накопительном пенсионном фонде наследуется, не облагается налогами и дает возможность получать выплаты в любом возрасте, стаж и место работы не имеют значения.